Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Михаил Непомнящий. Сегодня мы будем говорить про такой сборщик, который называется VIT. Тогда его называют white, но он VIT, потому что это название французское. VIT.js.dev На этом сайте можно всю официальную информацию почитать, посмотреть, какие фичи нам доступны, какие вообще здесь есть возможности и вообще, что это такое. Мы сразу перепрыгнем в редактор кода и обозначим проблему. Вот у меня есть пустая папка, я создал себе какой-то проект, хочу здесь что-то начать делать. И я хочу проект, допустим, на реакте, и у меня стоит вопрос выбора сборщика. Конечно, есть пути использования Create React App, но обычно это медленно и куча лишних файлов не всегда всем нужны. Есть путь вручную настраивать вебпак, либо какой-то другой инструмент. Есть парсель хороший сборщик, но вот VIT как один из вариантов. Нам доступна для работы команда, которая называется npm-create. Она работает, начиная с шестой версии npm, если я правильно помню. Давайте посмотрим, какая у меня сейчас установлена. У меня версия npm 9.1.2. В принципе, восьмая вполне тоже прекрасно подойдет. Соответственно, команда будет npm-create. VIT.js. Собачка.латest. Если вы используете yarn, собачку late писать не придется. Нужно будет просто написать npm-create. Если вы выполняете эту команду первый раз, VIT попросит установить там дополнительное нечто. Просто мы соглашаемся и нормально с этим работаем. Если у нас в этой папке уже что-то есть, и мы просто хотим создать директорию и с ней работать, в project name мы пишем свой project name. Если меня все устраивает, я просто хочу в этой, в текущей моей папке создать проект, я нажимаю точку, дальше происходит самое приятное. У VIT, как и у Create React App есть свои шаблоны. То есть, можно указать прямо в момент набора команды шаблон, который нужен, он сразу установит, что нужно. Но каждый раз вспоминать, а что за шаблон, какой там синтексис, не очень хочется. Мне нравится подход VIT. Он говорит, вот пожалуйста, ты просто используешь одну команду на любой проект, а дальше я тебе задам вопросы, и ты скажешь, что тебе нужно конкретно. Я говорю, что мне нужен React, и мне нужен React вместе с TypeScript. У меня проект готов. Все уже готово. То есть, мне остается только установить модули. Для этого делаю npm install, и он устанавливает те зависимости, которые он мне создал в пакетже JSON. То есть, по сути, у меня мгновенно произошел разворот проекта, создались нужные файлики для работы. Мне остается установить модули. Этих модулей не так много, если мы посмотрим на список зависимостей в пакетже JSON. Которые, кстати, уже установились, а я не останавливал, ничего здесь не резал. Здесь у меня есть основные зависимости, которые мне нужны для того, чтобы начать что-то делать. Это React и React DOM. И есть базовые типы для React и React DOM. Есть сам по себе TypeScript, ну, сам по себе вид для работы, и плагин к нему, чтобы работал React. Здесь уже настроен сам вид, сам себя настроил. Здесь же также есть ссылка на конфигурацию, если вдруг нам базовой конфигурации недостаточно, мы хотим еще что-то дополнительно проработать. Кроме того, здесь есть TypeScript для нашего фронтенд-приложения, и TypeScript для ноды, соответственно, для каких-то дополнительных утилит, в частности для самого вида, если нам это потребуется. Здесь же уже включена папочка SRC. В принципе, можно что-то добавить, можно оставить как есть и начать работу. При беглом взгляде, помимо того, что у нас все это мгновенно произошло, естественно, можно обратить внимание на то, что здесь не хватает каких-то вещей, к которым мы могли привыкнуть, используя Create React App. Здесь, например, нету таких полезных вещей, как настройка линтера. И здесь ее придется сделать самому, если мы действительно хотим использовать линтер. Здесь нет настройки тестов. Если они нам нужны, нам придется настроить их самостоятельно. Но, опять же, у нас появляется свобода. Мы можем выбрать любую библиотеку, а не ту, которая за нас выбрала Create React App шаблончик. Здесь у нас, в принципе, идет базовый набор файлов. Индекс HTML в корне. В SRC находятся уже компоненты. Один простейший asset. Здесь важно, что есть вид NVDTS, который подключает дополнительные типы, находящиеся в NodeModules. Это типы, которые позволяют нам, в частности, импортировать asset и работать с ними. В данном случае импортированное SVG. Мы точно так же можем любые другие картинки использовать. Что нам доступно из коробки? Примерно то же самое, что дает нам Create React App. Мы можем совершенно спокойно работать с CSS-модулями. То есть мы можем совершенно спокойно превратить в модуль CSS и работать с этим, как с модулем. Если, разумеется, мы знаем, что это такое. Если мы хотим работать с каким-либо припроцессором, нам нужно его только установить. Соответственно, мы идем в терминал, говорим npm install, это не dev-зависимость. Я, допустим, хочу работать с SASS. Я его устанавливаю, и совершенно спокойно мне это позволит приименовывать мои файлики стилей в модуль SCSS, либо в просто SCSS. Я переписывать не хочу, поэтому оставлю в таком виде. Опять же, если я буду работать с модулями, при имперте модулей, у меня TypeScript уже будет знать, что именно я импортировал. То есть мне эти типы дополнительно прописывать не нужно. Опять же, так же, как и в Create React App. Ну и оно замечательно будет работать. Есть у нас несколько скриптов. Есть скрипт для начала работы. Соответственно, npm rundev. Мы уже работаем с SCSS. Я могу открыть, посмотреть, что у меня происходит. Он мне ругается. Он говорит, что я ссылаюсь на файлик, который не существует. Все верно, он ругается, потому что я этот файлик переименовал. Это у нас теперь не CSS, это теперь SCSS. SCSS правильно ругается. И вот так вот она выглядит. Базовая сборка, она немножко отличается. Но это все равно шаблон, который мы можем удалить. Нас это сейчас не сильно должно волновать. В целом запустилось достаточно быстро. Давайте еще раз проделаем этот опыт. Остановим всю эту историю. Скажу снова npm rundev. И прошло, по сути, ну он мне пишет, что прошло меньше, чем полсекунды. Поверим ему в этом, и мы уже можем работать. При этом мы можем быстренько собрать приложение. Понимаете, дело, что оно пока простенькое и не особо сложное. Но так или иначе, я говорю, npm run build. Приложение также будет собираться достаточно быстро. Уже, уже собрано. И если я хочу посмотреть, что у меня собралось, я использую другую команду, которая тоже здесь есть. Она называется preview. Соответственно, вид preview. Мне не нужно дополнительно ничего устанавливать. Для того, чтобы посмотреть собранную мною сборку, я говорю npm, run preview. У меня в браузере, на одном из портов, открывается папка со сборкой. Я могу уже проверить работу своего приложения. Обратим внимание, что здесь у нас значок React. Как-то в деф-режиме он был красный. А здесь он такой черный синий. Это означает, что это уже production. Production mode. Мы можем с этим работать и тестировать уже готовое наше приложение. Давайте обратимся к официальному сайту и посмотрим вместе на некоторые фичи, которые нам предлагают. HotModelReplacement это, в принципе, то, к чему мы привыкли и с другими сборщиками. Здесь он у нас также прекрасно работает. Здесь есть нюансы по работе с TypeScript. Он нам говорит, что импорт и экспорт типов лучше делать вот таким вот образом. Есть определенные требования к настройкам компилятора. В принципе, мы получили эти настройки из коробки, но если мы хотим что-то править, нужно просто обратить внимание на то, какие они здесь требуются. Для Vue и других историй тоже может понадобиться какие-то нюансы. Про CIS-S модули мы с вами сказали. Они работают, в принципе, в привычном режиме. Соответственно, мы можем дополнительно просто либо SAS, либо LES, либо STILUS поставить и уже работать с любым из этих припроцессоров. Ничего дополнительно специально использовать не надо. Но я хотел ваше внимание обратить на кое-что другое. Здесь есть раздел переменные окружения. И они работают несколько по-другому, несколько иначе, чем мы могли привыкнуть с другими сборщиками. Раньше мы могли использовать глобальную переменную process.env, точка названия нашей переменной. Здесь подход немножко другой. Нам предлагают использовать import, meta, env и уже потом название переменной. Как это будет выглядеть? У нас есть файлик .env, .env local. Единственное, если я правильно помню, env local у нас под gitignore находится, поэтому нужно этот тоже момент учесть. Он у нас не попадет при публикации в git-репозиторий. И внутри мы уже прописываем каким-либо образом нужную нам переменную и используем ее в своем приложении. Вот здесь тоже есть свои нюансы касаемо префикса, вид нижнее подчеркивание. Здесь нужно разобраться, какие эти нюансы уже для продакшена. В данном случае Create React App предлагал нам react нижнее подчеркивание app как префикс. Здесь вид тоже предлагает свой нюанс для работы. Также здесь в официальной документации есть большой раздел, посвященный сборке и публикации сайта на популярных хостингах статических приложений. Здесь есть GitHub Pages, здесь есть Vercel, здесь есть Netlify. И подробные инструкции, как и что там делается. Если вдруг сразу не получилось то, как мы это делаем обычно, можно обратиться в этот раздел, посвятить какое-то время изучения и, соответственно, уже потом учиться делать это правильно. Повторюсь, вид достаточно быстро работает. Под коробкой он использует такой сборщик, который называется YesBuild. Он один из самых быстрых, если не самый быстрый, на сегодня. Но он не самый дрожжелюбный. Поэтому вид как некая абстракция над YesBuild. И, по сути, мы видим, что достаточно легко и быстро работает. У нас происходит разработка быстрее, чем в других сборщиках. У нас сборка происходит быстрее, чем в других сборщиках. Разумеется, это делает нас более продуктивными. В продакшене вы можете, если у вас уже есть проект готовый на каком-то другом сборщике, и вы не хотите менять, вы хотя бы можете попробовать вид, используя, допустим, на Storybook. Можно начать переезд самого Storybook и посмотреть. Хотя сам Storybook, официальный сайт, уверяет, что там разницы не должно быть. Но на самом деле она есть. На одном из проектов мы меняли выпак на вид, и разница была существенная. Что касаемо новых проектов, можете попробовать новые проекты делать на вид. Ну, либо хотя бы свои собственные проекты, проекты, какие-то гипотезы проверять. Можно сразу стартовать с вид, и все будет чуть быстрее, чуть приятнее. И, в целом, наш опыт разработки улучшится. На этом на сегодня все. Надеюсь, видео для вас было полезным. Напомню, что меня зовут Михаил Непомнящий. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Всем пока.